Несмотря на будний день, у городских храмов сегодня сотни прихожан. В соборе Михаила Архангела утро началось с праздничной литургии в честь святых покровителей семьи и любви Петра и Февронии. Из храма большой колонны прихожане, среди них и мэр города Анатолий Пахомов с супругой, крестным ходом направляются к памятнику Петру и Февронии. Его у ЗАГСа Центрального района установили шесть лет назад. Вообще, супружеский союз этих святых считается образцом христианского брака. Они выдержали все испытания судьбы и стали воплощением уважения и преданности. Они умерли в один день и даже после смерти, захороненной в разных местах, чудом оказались в одной могиле. Праздничный молебен продолжился прямо у памятника покровителям супружества. Многочисленных гостей поприветствовал глава города. Анатолий Пахомов отметил, количество брака в Сочи увеличилось в полтора раза. Рождаемость тоже растет. Все это показатели грамотной социальной политики на курорте. Кстати, со своей женой в браке глава города уже 33 года. Вырастил двоих детей, уже воспитывает внуков и делится секретом крепкой семьи. У нас есть поддержка друг друга, потому что сами понимаете, что работа главы очень ответственная. И вообще-то весь быт и вопросы воспитания детей сейчас уже и внуков берет на себя Лена. А я, как государственный человек, занимаюсь вопросами города. Самое главное, когда люди счастливы в семье, им интересно всегда, даже когда они просто вдвоем находятся и находят общий язык, общие темы для разговора. Это самое главное. Вот это и есть счастье. Кстати, в Сочи День семьи, любви и верности отмечать начали еще накануне. Первым стал Адлерский район. Петра и Февронию вспоминали в Свято-Троицком храме. Там прошла торжественная литургия. Продолжился праздник концертом творческих коллективов и чествованием самых крепких семей. На этот праздник мы приглашаем людей разных поколений. Людей старшего поколения. И предлагаем молодежи ориентиры брать с них. Таким ориентиром для сотен молодых пар, безусловно, может стать семья Грачевых. Они вместе ровно 30 лет. Многие годы назад один умный человек мне сказал, женись. Если повезет, будешь счастливый. Не повезет, станешь философом. Философом я не стал. Выйдя из церковного календаря, День Петра и Февронии шагнул в каждую семью. Несмотря на то, что праздник молодой, уже появились связанные с ним традиции. Например, вручать медаль за любовь и верность самым крепким семьям. А прохожим дарят ромашки, как символ любви и чистоты. День любви и верности стал в Сочи одним из самых любимых семейных праздников. Ведь, как известно, все начинается с семьи. Именно здесь каждый из нас учится любви, пониманию, заботе и уважению.